В России продолжаются чистки коррупционеров. На этой неделе громкие задержания в Министерстве обороны. Силовиками был задержан генерал-майор Константин Агиенко, отвечавший за работу ПВО в Москве. Череда беспилотников, которые пропустили системы ПВО, дали о себе знать, и власти решили навести порядок в оборонной сфере. Официальная причина задержания генерал-майора Константин Агиенко – это махинации с землями оборонного назначения в Подмосковье, а также взятка в 30 миллионов рублей. Очевидно, что в ближайшее время мы услышим и новые громкие фамилии из Министерства обороны, которые должны были сделать непробиваемый купол над столицей, а в итоге набивали бюджетные деньги себе в карман. На текущий момент проводится работа с Константин Агиенко, чтобы получить данные по подельникам. Уже задержан первый подельник Агиенко – генерал-майор Дмитрий Беляцкий. Задержанным грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. В Калужской области чиновница Хапуга пойдет под суд за взятки от руководителей муниципальных учреждений, за решение вопросов о перераспределении финансирования. На этом ей удалось заработать почти полмиллиона рублей, но теперь ей придется выплатить штраф в 84 миллиона рублей и провести в колонии до 12 лет. А вот в Ростовской области не так просто поймать взяточников в погонах. Так в Цемлянске прокурор попался на взятки и пытался скрыться с места преступления, протаранив автомобиль оперативника ФСБ. Но далеко уйти ему не удалось. Теперь горе Шумахеру грозит суд. В свою очередь, редакция «Моменты истины» продолжает борьбу с коррупцией. После нашего сюжета о суде Краснодарского края в редакцию пришел ответ по сюжету от высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации, а также многочисленное обращение от граждан. Если вы столкнулись с судебным произволом или другими фактами, то свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактам. Продолжение следует...